Не желая платить за невыполненную работу коммунальщиков, жильцы из Заводского района обратились в суд. Отстоять свои права им удалось. Подробнее знает наш корреспондент. Этот двор в Заводском районе обслуживает жилищно-коммунальный отдел Запорожского завода ферросплавов. Жильцов совершенно не устраивает качество обслуживания. Мусор своевременно не вывозят, деревья не обрезают, подъезды не ремонтируют, по дворе много ям, накрытых чем попало. Анатолий Рябцев отказался оплачивать эти услуги. Представители ЖКО обратились в суд. Но взыскать с Анатолия деньги в принудительном порядке служители Фемиды не разрешили. В свою очередь 18 жильцов этого двора обратились в суд с иском против коммунальщиков, дабы оспорить несогласованное с ними повышение тарифов и заставить коммунальщиков работать. В ходе судебных заседаний истцы узнали, что на содержание их домов по документам расходуются внушительные суммы. Миллион, целый миллион затрачено на благоустройство наших дворов. Что составляет 80-100 тысяч каждый месяц. Я не знаю, может быть работники ЖКО готовились в нашем дворе провести Евро-2012. Тогда мы вас всех приглашаем. После нескольких заседаний заводский районный суд вынес решение в пользу истцов. Пока что есть только результативная часть, в которой четко определено, чтобы обязать открытое акционированное общество Запорожский завод Феросклав выполнить перерасчет коммунальных услуг относительно истцов. В основной части иска, где сказано о том, чтобы возместить моральную ущербку, увы, в этом суд отказал. Главным аргументом истцов стало то, что договоры с ЖКО уже утратили юридическую силу. Договора, которым руководствовался ЖКХ Феросплава, они не есть действительными, потому что они заключены уже в давнешнем сроке. Удивило то, что жильцам приходится оплачивать услуги многих сторонних организаций, услугами которых пользуется ЖКО, говорит адвокат истцов. Они определяют, что якобы повышение тарифов у них было связано с дополнительными услугами, которыми они пользуются сторонними организациями. Такое, хочу сказать, что это безосновно. Почему? Потому что так на собственников и владельцев квартир может лечь любые затраты, понесенные ЖКХ или вообще Прэжу или в целом заводом Феросплава. Отстаивать свою правоту в суде было не так уж просто, говорят истцы. Но результат оправдал все затраченные усилия.